Вечерние костюмы из робы сварщиков и пожарных, светильники из запчастей старых велосипедов, аксессуары из консервных банок. Еще несколько лет назад апсайклинг был новым, мало кому известным направлением. Сегодня же мода на экологичность не только в Европе, но и в Украине, так как позволяет сберечь города от превращения в свалку, особенно там, где проблема переработки мусора стоит особенно остро. Интерес к использованию в производстве вторсырья растет и среди украинских предпринимателей. Знакомьтесь, это Анна Тесла, 29 лет. По образованию модельер-конструктор. Работала в крупнейшем столичном магазине дизайнерской одежды. Но вот уже два года она дает новую жизнь поношенным вещам. Ольга необычный клиент модельера. Она активный участник экологического проекта «Украина без смеття». Если брать опыт других европейских государств, то они уже давно поменяли свое отношение к мусору. Это не грязь, это ценный ресурс, который может быть переработан и может из этого получиться достаточно ценные вещи и не хуже по качеству, чем сделанные из нового материала. Анна работает не только с индивидуальными заказами. Да, мне нравится. Давайте будем пробовать. Все творческие замыслы дизайнера находят воплощение в целых коллекциях одежды, которая создается из использованных тканей и выпускаются под брендом Rehash. Старые вещи Анна, как правило, приобретает в секонд-хенде, а новую ткань, которая в основном состоит из остатков более масштабного производства, покупает в ателье или в интернет-магазинах. Искусственная казамша – это новый материал. Это шерсть. Италия. Я покупала у девушки. И хотя цена на такие изделия немаленькая, среди продвинутых модниц они пользуются большим спросом. Иногда люди приходят, уже зная, что этот бренд у нас находится, он уже есть, у нас представлен, и они сразу целенаправленно идут к нему, уже знают его концепцию, знают его истории. Но, похоже, в Украине принять моду с такой концепцией готовы далеко не все. Люди реагируют по-разному. Есть вот комментарии, делают из мусора и за такие деньги, ну что-то такое, вот подобное. Вещи и ткань – это разные понятия. Мы не делаем из заношенных, некачественных тканей ничего. Если эта вещь оделась один раз, и она попала на секонд-хенд, допустим. Люди не понимают эту разницу. Знакомьтесь, это Павел Сусляков. Вот уже 7 лет он создает блокноты под брендом «Папина рубашка». Мы используем для блокнотов старую одежду винтажную. Такой момент интриги здесь есть, потому что мы никогда не знаем, какой будет следующая серия. Первым изделием, которое вдохновило Павла на создание таких уникальных артбуков, стала сшитая им из винтажной ткани обложка для любимой книги. Сегодня над производством артбуков трудится 5 человек. От менеджера и портного до людей, которые занимаются пошивом внутреннего блока. Блокнот с необычной обложкой, которые выпускаются в форматах А5 и А6, тиражом 100 экземпляров в месяц. Возглавив топ-9 нестандартных блокнотов, который был опубликован журналом Forbes, «Папина рубашка» и дальше намерена набирать обороты. В ближайших планах проекта не только виртуально конкурировать с европейскими брендами, но и в действительности покорять западный рынок. Давая новую жизнь уже использованным вещам, Павел и его команда призывают общественность обратить внимание на проблему нерационального использования природных ресурсов. Так только для производства одежды из клопчатобумажной ткани во всем мире в среднем необходимо 10 тысяч литров воды на килограмм одежды. Расход воды на джинсы весом 800 граммов составляет 8 тысяч литров. Вот этим бутылкам тоже посчастливилось избежать участи свалки и получить шанс снова попасть на стол. Только теперь уже в качестве посуды. Заходите, пожалуйста. Знакомьтесь, это Павел Зайцев, 43 года. Он один из сооснователей бренда «Талисман Фьюзин Фэктори». Накануне Павел сделал закладку бутылок, и прямо сейчас мы увидим, что же из них получилось. Поставил вчера. Рабочий цикл составляет порядка 4 часов 30 минут. За один такой цикл можно изготовить максимум 7 бутылок посудин. Причем в качестве так называемого сырья можно использовать не только винную тару. Сейчас Павел сделает закладку новой партии. Самое сложное в этом деле – правильно слепить керамическую форму, которую примет бутылка после того, как расплавится. Мы ее несем туда в печку. Из бутылок можно не только пить и есть, они могут прекрасно вписаться в интерьер, добавив ему уюта и света. Из того, что все считают отходами. Чтобы не выбрасывать, не засорять, из них можно делать декор, из них можно делать какие-то конструкции, из них можно делать, как мы делаем, светильники. Чтобы уверенно держаться на плаву, братьям нужно продавать 4-5 светильников в день. Но пока эти цифры далеки от реалий. Я просто все обдумываю и думаю, какие ошибки я уже наделала. Я очень много закупила ненужных материалов. Я не разделяла деньги, допустим, для рехэш и свои. Я вас могу успокоить. Если вы на сегодняшний момент никому ничего не должны, все, значит поставить точку ноль и начать сначала – это не так сложно. Ну а главным индикатором того, что ваш бизнес-план удачный, является следующее. Если план – это результат долгих стараний, страданий, мучений, то, скорее всего, что-то не так с идеей. Вот так он и будет реализовываться. Субтитры создавал DimaTorzok